Расскажите, каким образом оказались два военнослужащих Российской Федерации в больнице города Счастья? 16 мая, во второй половине дня, сюда, в больницу города Счастья, нашим медслужным патриотом Айдаром, совместно с 59-м медицинским госпиталем, с которым мы вместе работаем, были доставлены... Сначала был доставлен наш трехсотый боец, и были доставлены еще два раненых в бою человека, насколько я понял, в котором мы начали оказывать помощь, и в процессе оказания помощи выяснилось, что это российские военнослужащие. Один был, он себя назвал, проделаются снимки, мы данные унесем, он сказал, что он Саша Александров, сержант из Самары, воинская часть, у них находится спецназ российского в городе... Тольятти? Да, в городе Тольятти. У него было ранение, перебита бедренная кость, левая, а не стрельное ранение. Вот нам оказывали помощь. Поставили подключечку в их кабинет, сделали снимки и отправили в операционную. Второй военнослужащий, на вид постарше, назвал себя Евгением... Евгений Ерофеев. Евгений Ерофеев, да. Евгений Ерофеев. С ними общался меньше, потому что он у нас у нас разделение было, каким пациентом занимается. Позже от своих коллег я узнал, что он тоже российский спецназ, как он себя представил. Он мне сказал, что тоже из Самары и тоже из этой же воинской части. То есть они вроде из одной воинской части. Российские военнослужащие, воинская часть их находится в городе Луганске, расквартирована. И вот они в составе какой-то группы пошли в сторону города Счастья по той причине, как они указали, что их ввели в заблуждение о том, что из города Счастья ушли военнослужащие, выведен батальон Эйдар, в том числе из теплоэлектростанции СССР. И задача была посмотреть, выяснить, так это или не так. Поэтому они ввели в сторону ТЭС, в сторону города Счастья, в сторону ТЭС. Ну, разве цель у нас? Кроме того, должен отметить, что мы и раньше оказывали медицинскую помощь, заставленную там трехсотом российским военнослужащим. И они все одинаково себя вели в том плане, что они очень опасались по поводу того, что они будут удалять внутренние органы во время под наркоза, когда их в наркоз идут и так далее. Офицер спецназа, вот этот Евгений, он даже высказал у него ранение плеча правого, и он ему сказал просьбу, точнее даже требование не оперировать его под наркозом. Насколько я понял, он опасался, что пока он будет наркоза, они могут удалить внутренние органы. Потом, кстати, он все-таки наркоз вели внутренние органы. При каких обстоятельствах получены были ранения российскими военнослужащими? Ранения были получены в бою. Это единственное, что я знаю. Они были получены в бою в процессе столкновения с украинскими войсками. Причем доставили сюда этих раненых пленных российских военнослужащих бойцы 92-й бригады ВСУ. И, насколько я знаю, бой, который состоялся, в связи которого один боец 92-й бригады был убит, его сегодня представили как 300-го, но мы делали все, что могли, и им на 100-й бригады помощь оказывали, но спасти его. Со слов тех, кто доставил, это были бойцы 92-й бригады.